Ну вот, мы сегодня на молебне с вами. Я просил вас читать вместе Псалом 142, Трисвятое Павочинаш, Псалом 50, и подпевать великомощно хору в этих простых песнопениях Престая Богородица Спаси нас и прочее. Богослужение изначально строилось как диалогическое общение священника с народом и, конечно, священника с Богом. И нельзя делегировать полностью нашу гласную службу. Что такое молитва? Это, как пишет, плод устен, приносящих хвалу Богу. То есть уста должны тоже трудиться. Уста мои возглаголят премудрость и получение сердца моего разума. Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Это касается не только хористов. Если бы это только хористов касалось, эти псалмы бы вырезали, на хор приклеили, а в псалтире бы их у людей не было. Это касается всех. Поэтому нам надо как бы естественным образом потихонечку вернуться к такой простейшей и необходимейшей вещи, чтобы мы, когда сказали вам, мир всем, чтобы мы от вас услышали, единодушное, и духове Твоему, без сомнения, без страха, смело, нормально, не кричать, но и не молчать. Потому что это естественно. Когда он говорит, главы ваши Господу преклоните, вы должны склонять голову за Тебе, Господи. И склонить, так сказать, вместе с произнесением этих слов, склонить. Это диалог. Потом священник произносит Богу молитву какую-то, потом, значит, и говорит аминь, и вместе с аминь вы поднимаете голову и тоже говорите аминь. Понимаете? Это самые элементарные такие связующие, идеологические вещи, такие богослужения, которые должны быть у нас. Конечно, в нашей практике современной бывает так, что на вас могут в храме шикнуть, цыкнуть, типа цыц, хор поет, что ты тут аминь, каишь, тебе, каишь, тебе, Господи, и так далее. Такое бывает очень часто. И это наш грех. Без малого. Это просто безобразие. Потому что, в принципе, народ должен быть вовлечен в богослужение. И вовлечен в него умом и сердцем. А если ум и сердце вовлечены, то и уста молчать не могут. Да, потому что, как там утром-то, тропори, значит, утренний, там, значит, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи. Да? Да славлю тебя, Святая Троица. Ум, сердце, и потом уже уста, потому что уста не могут молчать, потому что у тебя в уме и сердце одно и то же, да? Тогда уже и уста будут говорить то, что в уме и в сердце. Поэтому это наша такая задача, что такое... Ну, это не единственная задача, но это задача разумного и сознательного участия в богослужении. Потому что есть люди, которые приходят в храм независимо от богослужения. Что там поют, им вообще-то не важно. Что там кто-то говорит, читает, что делает, им не важно это. Они пришли по какой-то своей нужде. Или хлебную булку положить на панихидный стол. Или свечку там прилепить куда-то, там, какую-то записку написать. И вот они ходят, понимаешь, туда-сюда, по храму. У них есть свои дела. Если его остановить в это время, он говорит, стойте, вы знаете, что споется? Оно мне надо. Он говорит, конечно, не знаю. И знать не хочу, и знать не буду никогда. Потому что это как бы не мне, это не мое. У меня есть свои дела. У меня есть булка, конфеты, свечки, записки. И потом я перекрещу и скажу, ой, аллилуйя, и уйду. И таких у нас бродячих таких душ, по миру таких крещеных бродячих душ, они умирают без всякой веры. Они живут без молитвы и умирают без веры. Хотя вроде в храм заходят. Это все безобразие какое-то, советское безобразие. Как вот отбили весь народ многомиллионный в свое время, значит, церкви таким одним щелчком. Ну и виноваты те, кто отбился, конечно, потому что попробуй отбей того, кто не отбивается. Но те, кого отбили, значит, виноваты и те, кто их отбил, и те, кто отбился. Но потом выросли целые поколения, кто ничего не знает. И вот сегодня, как раз это уже начало нашей беседы, сегодняшней молодежи, приходится приходить к Богу самим, не потому что старшие научили. Что там старшие нас научили? Что там те старшие наши знают, по-честному? Что у нас у всех верующие родители, там, папы, мамы, крестные отцы, крестные матери, бабушки, дедушки набожные, постящиеся, мудрые, с Библией в руках такие, в храм ходящие. У кого-то, может, есть? Ну это же, может, у кого-то двух, трех, пяти. А остальные двести пятьдесят. Что могут похвалиться этим? Не могут. Нас старшие ничего не могут научить. Не могут. Даже если хотят, у них не получается, потому что они сами не знают ничего. И молодежь должна сама приходить в церковь. А в церкви находить для себя силу, свет, разум, радость. А потом учиться всему, что нужно. Вот будем сегодня пытаться понять, что нам нужно выучить. Чем нам нужно научиться. Надо учиться в церкви. Церковь – это училище. Надо лечиться в церкви. Потому что больные все люди, все больные люди. Ну и, конечно, другие разные функции есть у церкви. Так что вот мы сегодня с вами, послужившим молебен при благословенной Матери Спасителя Иисуса Христа, Деве Марии, мы, как будто я просил вас, чтобы мы не просто это было такой формальности, а чтобы одними устами и одним сердцем славили и воспевали Иисуса Христа и Его Матерь Пречистую. Да, это задача всем на всю жизнь. Потому что одно дело зайдешь в храм, где нет людей, а в другое храм, другое дело зайдешь, там есть люди. В одном зайдешь, там только хор поет, остальные молчат, Исихасты тоже мне нашлись такие. Великие молчальники Исихасты, стоят молчат все. А в другой зайдешь, там все поют, это другой храм. В одном храме спросите, сегодня чья память? Я не знаю. А в другом спросите, сегодня чья память? А он тебе скажет. Там, святителя Мефодия, епископа Потарского, канон на 8, значит, такое, экофизма третья, допустим. Понимаете? Как должно быть вообще? Как вот старые священники мне рассказывали, что, допустим, есть, например, там вокруг твоего села еще там 20 сел. И в 19 селах никто ничего не знает, там пьют, там в карты играют, в церковь ходят только на праздники. Но есть одно село, в котором поп всех всему научил. Вот будет пацан по улице бежать? Говорит, стой, как тебя зовут? Говорит, Филипп. Какой сегодня праздник? Он говорит, апостолы Матфея. А что там у вас в церкви? Полили и служим. Канон на 12. Вот. Кофизма такая-то. И так далее, и так далее. Понятно? И любую бабку спроси, то на это наверняка спроси. Не спросишь бы они все в храме. Сидят старушки, семечки лузгают. Колокол ударил. Бум-бум-бум. Они встали, перекрестились. Платочки надели, пошли на вечернюю. Вот рассказывали. Такие были села. Рядом село, все пьют. В другом селе все самогон гонят. Сами не пьют, другим продают. И никто не молится. А вот между ними село, а там все молятся. А потому что священник там костями лег и всех научил. А они как-то научились. Так, чтобы, например, зашли к вам на крещение Господня, на Иордан, со святой водой домой священник. Зашел к вам с крапилом, в вашу хату покрапить. И чтобы он только рот раскрыл. А вы сразу все встали, кто в доме есть, и запели. Во Иордане, крещающуюся тебе, Господи, и все. Он покрапил вот слава и ныне. И значит, ты такой явился в 10 дней вселенней. Он уходит, а вы величайны. И он говорит, хор брать не надо с собой, священнику. Надо так, чтобы он ходил в домах своим. И чтобы мы везде встречали тропарем праздника. Что думаете? Это невозможно? Это возможно. В том-то и стыд, что это возможно. А что же мы так не можем? А потому что мы... А нам никто не сказал, кстати. А мы не знали. Нам никто не сказал. А теперь знали. Узнали. Теперь нам сказали. Значит, мы еще будем копаться. Что же нам такого выучить? Все, в принципе, все сделали. Я могу уходить. Вы уже все услышали. Уже вы получили задачу. Что вам делать? А что нам делать? Я вам уже сказал, что делать. Вам еще до Иорданского праздника выучили. Значит, вот в Иордане, значит, и первый глаз, четвертый глаз тропарь явился все дни селения и величие и так далее. Все, можно уже заниматься церковным самообразованием. Конечно, мы еще поговорим немножко, но немножко. Христос да хранит вас, да вразумляет вас, да наставляет вас, потому что вы еще немножко уже не будете молодые, уже будете старые. И тогда уже вы должны будете научить тех, кто младше вас. Потому что те, что сегодня старые, вас ничему не научили. Ну не могли, ну так получилось. А уже вы должны будете научить. Все. С вас будет жестче спрос. Вам тяжелее жилось, но спрос у вас будет жестче. Поэтому еще раз говорю, Христос да хранит вас и Матерь Божия. Спасибо. Спасибо.